МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, мы помним, каким был трудным и сложным по погодным условиям 2013 год. Но, несмотря на это, земледельцы неимоверными усилиями достигли положительных результатов. Но только в растеневодстве, и не благодаря вашей поддержке и чуткому руководству Минсельхоза и правительству Российской Федерации, а вопреки. В животноводстве же продолжается убыль поголовья скота. За 2013 год сокращение аж на 4,67 тысяч голов, на 3 миллиона голов крупнорогатого скота, в том числе 238 тысяч коров, в птицеводстве на 3 миллиона и так далее. Что отразилось на производстве молока при сокращении дойного стада? Это, естественно, упал объем производства молока и к уровню 2012 года аж на 4%. За неимением достаточного времени нет возможности осветить все негативные моменты, связанные с жизнью села. Остановлюсь лишь на нескольких вопросах, в первую очередь на выживании села. Утверждение правительства, в том числе и министра сельского хозяйства, что существует глубоко обоснованной и продуманной долгосрочной стратегии возрождения и устойчивого развития села и его ПК, в лучшем случае красивой версии, в худшем обман селян, да и нас, депутатов. Что касается устойчивого развития сельских территорий, села вымирают, и чтобы остановить этот процесс, необходимо сделать условия жизни на селе такими же, как в городе, а это агрогородки. Агрогородки. Покажите, в какой из областей финансируется с федерального бюджета и строится такой агрогородок. Что касается кадровой политики, то лучше, чем в письме руководителя СПК, сказать невозможно. Вот что в нем говорится. Иногда возникает подозрение, что умышленно с нами так поступают, иначе не объяснишь ситуации в государстве с бездельниками, тунеядцами и алкоголиками. В сельском хозяйстве острый дефицит кадров, рабочих профессий. Зачем работать в колхозах СПК, если можно каждого лентяя пристроить к пенсионеру, которому за 80 лет? Как бы ухаживать на самом деле только числица, а им идет стаж. Зачем после этого работать, если можно спокойно пить, вино и бездельничать? Куда мы придем с этой политикой? А мы страдаем. Нет механизаторов, доярок, токарей, сварщиков, электриков, семинаторов, шиферов и негде взять. И при той нестабильности, которая сейчас есть в ВПК, специалистов не будет. И даже те мизерные программы поддержки молодых кадров на селе не спасут ситуацию. Поддержка и кредитование сельского производителя, о чем вы говорили. Уровень так называемой несвязанной поддержки на 1 гектар в 2014 году вашим министерством утвержден на 10% ниже, чем в 2013 году. Хотя общее сокращение федерального бюджета на 5%. Возникает вопрос, где деньги и почему вы не только не наносили поддержку села в сложных условиях ушедшего 2013 года и работа в условиях ВТО, но и не уменьшили в этом году эту поддержку. Более того, вы эти цифры довели до областей не в октябре или в ноябре 2013 года, а только в конце января 2014 года. Тем самым постав в крайне сложную ситуацию не только сельхозпредприятий, но и регионы. Ведь они свои бюджеты тоже утверждают до начала нового года. Что касается кредитования селян. Селяне получили заверение, что процентную ставку по кредитам государства банка погасит. А что происходит на самом деле сегодня? До сегодняшнего дня этого так и не сделали. Снова обращаюсь к письму сельхозруководителя СПК. Вот что в нем говорится. В 2013 году оказался для сельхозпроизводителя практически без прибыли. Отсюда напрашивается вывод, что все наши усилия напрасны. Целый год огромных вложений прошел впустую. У селян одни долги. Сплошные минусы. Как же выжить, как гасить кредиты банков? Платить налоги, выплачивать зарплату работников хозяйств? Вопросов очень много, ответов нет. Если правительство срочно не примет меры по оздоровлению ситуации, то 2014 год значительное количество хозяйств не переживет. И правительству разных уровней не надо делать вид, что все хорошо. Это совсем не так. Нужно срочно выходить к банкам с предложением отсрочить кредиты. Нет, мы не наглеим, не просим списать. Хотя по нынешней обстановке можно было бы и списать. Но хотя бы отсрочить выплаты по кредитам банков. Правда, команда уже поступила на отсрочку, но всего на 6 месяцев вместо 1 года. Что увеличило сумму возвратов кредитов. Кстати, это письмо было у вас в министерстве. Я получил на него такой ответ философский. Земельный вопрос. Такой вакханалии, какая творится с землей на Великой Руси, не было ни в Древней Руси, ни в царской времени, тем более в советские годы. У земли всегда был хозяин, а это землепашец. Сегодня поделенная земля так и осталась без хозяина. Миллионы гектар заросли лесом бурьяном. Миллионы гектар перешли в руки разного рода дельцов, спекулянтов, прохиндеев, которые не пахали, не сеяли и делать этого не будут. Их главная задача сорвать любую финансовую выгоду, не производя сельхозяйственной продукции. Земля плачет и проклинает таких реформаторов. Что необходимо сделать? Спасибо.